Тоже не можете уснуть от мысли, кто такой профессор Авалон, как он завоевал доверие Фарагонды, каким образом он будет проводить свои злодеяния. У нас все-таки был спойлер в конце предыдущей серии. Спасибо вам большое логике Винкс. Но это все-таки обосновано, потому что одну серию пропустил ребенок, и все. И ты не знаешь, кто такой Авалон. А вот сегодня мы узнаем. Сегодня, скажется, восьмая серия. Нет, так это же пропустил. Это если в начале говорится, что было в прошлой серии. А там рассказывают, что будет. Типа, с расчетом на то, что он пропустит. С расчетом на то, что он пропустит. Типа такой, Авалон, он все-таки оказывается. И тебе в школу нужно. И ты не посмотрел. Потом смотришь в предыдущих сериях, и у тебя начало, конца, и все расслось. Это полный сюжет. Может, мы тоже так будем смотреть? Да реально. Так короче будет, ребята. Просто начало и конец, а все остальное наши гипотезы. Клуб Винкс. Школа волшебниц. Туруру, туруру. В предыдущей серии Блум и ее друзья попустили в школу Красный Фонтан. И присутствовали на церемонии у меня были наклейки. У меня были наклейки Винкс вот именно в этих одеждах. Только Блум немножко в другой кофте была. Он такая полосатая, и здесь три розовых сердечка. Да. У меня были такие наклейки. Классно. У меня тоже были наклейки. Сфинкс. Сфинкс. Туда же лорд Даркар направил страшного монстра Градфроута. 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 По парню Гелия феи все же смогли одержать победу. Секрет профессора Авалона. Грязный секрет. Грязный секрет. Авалона. Прислушайся к этому предупреждению безрассудное человечество. Монстр разрушений появится из света. Он почувствует то, что спрятан и отразит себя среди людей. Когда три планеты встанут в одну линию, их энергия распространится по вселенной и он будет сеять смерть. Рождение Авалона. А что нам сейчас показывают? Бежим! Бежим! Скорее! Бежим! А какие они смешные! У них везде волосы. А все лицо это волосы. Ты понимаешь? Хотя это нормально. Это же инопланетяне, да? Бежим отсюда! Вау! Авалона! Авалона! У него что, здесь ничего нет? Ну-ка. О май! У него все прикрыто просто тканью? Вау! Это жесть, а не вау! Нет, нет, нет. Это слишком откровенно для мужчины. В смысле для мужчины? Девочки так ходят. Ну, девочки норм, но... Девочки так ходят постоянно без тросиков. Ты не знала? Это было заложено еще авторами. Да дело не в этом. Я не знаю. Это как-то слишком для меня... Трэш! А для тех, которые внизу... Это трэш! Это протест! Девочки так ходят. Секрет Авалона в том... Что он оборотень. Что он крокодил. Розовый. Блум! Блум, милая! Блум! А, кстати, что с Дафной? Блум! Мама! Блум проснулась! Правда она прекрасна? Блум, иди сюда! Эти люди! Мои настоящие родители! Такая хорошенькая вдруг... В такие моменты Блум так классно рисует... Как-то классные у нее движения... ...настоящие, да. Помнишь, когда она по скайу страдала? Какая она прям прикольная была. Когда она вернулась домой к Гордине, к ненастоящим родителям. Сейчас вот как прикольно показали, что у него там дыхание. Типа она такая... Ну, не знаю. Это так естественно. Вполне. Просто это так неожиданно для Винкс, потому что в Винкс у них у всех какие-то непонятные движения, непонятные идеологии. Короче, классно. И очень длинные руки. Да, да, да. Очень, очень длинные руки. Столовка. Нас тут так плохо кормят! Ну-ка, чего едят-то хоть? Плохо кормят. Ну, реально плохо. Там какие-то... Там какие-то огрызки. Причем, знаешь, куда уходится еда? Нам показали в, кажется, четвертой или третьей серии, как девчонок отправили готовить. И там прям куры такие, хлеба, масла. Ну вот скажите, где все это плодородие? Где оно? Завтракать все равно хочу есть! Ого, это интересно! Послушайте, девочки! Видишь, это все-таки авторы объясняют, почему они все такие худые. Это же любопытно. Нету ни одной, ни одной, повторяюсь, полной девочки. Ни одной. Не увидим, ни здесь. Даже не полный. Даже не полный. Просто, знаете, такой вот естественный животик. Не с такой вот талией. Естественный животик. Бачка немножко. Ладно, вы скажете мне фарагонда. Но и фарагонда тоже. У нее такая же талия. Нет, то же самое. А, Гризельда. Тоже. Да? Худая. Она вообще дистрофик. Ты же на лице, а у нее другое. Не, ну реально худая очень. Нету ни одной. Один кнут все, наверное, ест. Да. И я. Мостердам. Дело в том, что граф Мостердам, наблюдая за планетами... Мостердам. Мо... Мост... Мастур... 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 Я закапываю. Мастурма. Мастурбан. Граф Мастурма. Мастурбан. Лона. Этому должно быть простое научное объяснение. Просто скорость вращения одной планеты не соответствовала ее цветовому спектру. Пере... Даже если вы душните, хоть... Какую-то херню говорят, в надежде, что дети ничего не понимают. Дети реально ничего не понимают. Цветовой спектр. Вращение планеты не соответствует ее цветовому спектру. Жопу. Я даже не знаю, за какой угол это притянуть. Типа есть эффект красного смещения, когда они там друг от друга отдаляются. Но это, опять же, особенность нашей оптики. Мы с помощью этого фиксируем движение. Я умерю с голоду. Я даже не могу сосредоточиться на том, что ты говоришь. Хорошо, можешь съесть это. Так, если это шутка, мне она не нравится. Тут есть плюс, Стелла, количество еды увеличивается. Очень смешно. Так, да. Что? Расслабьтесь, милая. Вы стали участницей эксперимента. Яблоки обманули глаза феи Света. Похоже, моя работа становится совершеннее. Зачем тебе этот приблуда? Вы же маги. Вы можете колдовать. Ну, они магией создают приблуды. Магические. Я не знаю. Прикинь, все это время они реально воздух ели. Только вы участвовали в эксперименте. Полтора года вы ничего не ели. А-а-а-а-а. Решенство достигается только практикой. Приятного аппетита. А-а-а. А-а-а-а. Сегодня самый худший день в моей жизни. А-а-а-а. Мой завтрак исчез, а впереди меня ждет 7 часов занятий. Меня ничто не развеселит. Тут Авалон спускается. Авалон. Девушки, этот ваш презент не просто так. Всем спасибо за вчерашний вечер. Доброе утро. Доброе утро, профессор Авалон. Надеюсь, цветы, которые вы получили с утра, порадовали вас. Какой вы внимательный. Спасибо, профессор. Фиолетовый мой любимый цвет. Всем срать, блум. Как и у всех остальных. Как она меня бесит. Что ей нравится. Влюбилась она в эффектного профессора. Что можно сказать? Стой. Да, и мой тоже. Я думал, он так возьмет за щеку. И у меня вот так за подбородок. И такой Блум, вчера вам приснился сон, который тронул ваше сердце. Не так ли? Профессор, это был сон о моих настоящих родителях. Я хочу знать, что с ними случилось. Вы поможете мне? Конечно. Встретимся в моем кабинете после уроков. Мне кажется, это лучший день в моей жизни. Я с удовольствием буду слушать его лекции целый год. Минутку. Вы же говорили нам, что у него есть ангельские крылья. Я уверена, что были. Но теперь их у него нет. Ох, перестаньте, наконец. Вы все портите. Хм. Я думаю, что нам стоит узнать, что случилось с этими крыльями. Только это тебя заставило его подозревать. Всосал в себя. А ты сама куда крылья деваешь? Да. Твои подружки. Этот бегемот. Мы их снимаем, скланываем и в кармашек вместе с блестящими шортиками. Вот они. Это бегемота. Добрый день, профессор. С утра в этом саду пропали пять роз и восемь тюльпанов. Ваша способность к познанию соответствует тому, что о вас говорили. Знаешь, что он такой? Пропало пять роз и восемь тюльпанов. Но я нашел только семь тюльпанов. Ах, вот он. Фарагонда. Какой кринж. Подкатывает ко всем. Это кринж. Я жду, когда он Гризельди начнет делать комплименты. Какой прекрасный букет. Я не думаю, что я сделал что-то, чтобы заслужить его. Это самое малое, что мы могли сделать после вашего милого утреннего сюрприза. В нашей школе тысяча цветов. Откуда он узнал, сколько цветов пропало из сада? Как вы знаете, этот курс называется когниктивный анализ. Здесь вы научитесь верить своим чувствам и доверять инстинктам. Вы научитесь искать детали и найдете силы внутри себя. Он профессор психологии, ты понимаешь? Он сказал когниктивный? Когнитивный. Нет, когнитивный. Когнитивный. А он сказал когниктивный. Когниктивный. Ну, это слово тяжелое. Так, сначала простой вопрос. Как звали самую первую фею? Клим! Фарагонда, во-первых. Во-первых, Фарагонда, да, она носила имя Клэрия, но потом сменила на более простое, ярко выговариваемое. Фарагонда. Фарагонда. Нам она известна как Фарагонда. Вы это знаете ли, вы в это верите? Вы можете это доказать? Мне говорила моя мама, она всегда права. Возможно, она права, но откуда она об этом узнала? Я не могу сказать точно, но все знают про Клэриэль. Она заставила всех верить, что она первая фея, и это правильно. Но она не первая фея. Вот вам доказательство того, как сильна сила слова. Но разве Лейла не должна верить своей маме? Иногда вера это единственное, что у вас есть. Но чтобы действительно узнать правду, нужно очень постараться и не доверять всему, что говорят вокруг. А к чему он подводит? Все-таки что Фарагонда первая была. Мы должны разгадать загадку пропавших крыльев Авалона. Где нам взять информацию, которая поможет нам понять, что случилось? Эта книга иногда появляется в сети. Это учебник про человекоподобного крылатого монстра. Ты можешь ее скачать? Нет, она слишком древняя, но она находится в библиотечном каталоге Алфии. Ой! Ой, нет, я застряла! Почему ты плачешь, Локет? Я играла в компьютер, как детек, но... Теперь я застряла, в ее платье порвалось! Ой, я разберусь! Это ужасно, но я с этим справлюсь! Ууаля! Твое новое платье! А теперь у тебя их два! Какая миленькая такая! Спасибо! Хорошенькая! Вот ваша книга. Человекоподобный крылатый монстр. Автор Сериус Фасетус. Так, но быстрее, прочитай ее! У меня глаза устали, я слишком долго сидела в компьютере. Ого! Ангелы, вампиры, люди с крыльями! Вот! Человекоподобный монстр с убирающимися крыльями. Я так и думала, он спрятал крылья. Ты думаешь, Авалун один из тех монстров? Монстр разрушений появится из светящего мира. Он почувствует то, что спрятано, и отразит себя среди людей. Когда три священные планеты встанут в одну линию, их энергия распространится по вселенной. Он будет сеять смерть и разрушение. Звучит как предсказание? Значит, у Авалуны все-таки есть секрет. О каких планетах мы говорим? Орекс, Фалат и Рот. Их соединение к несчастью. Мы должны противостоять этому. Догадалась быстро обо всем. Просто раз, два, три, четыре, пять. Авалун монстр. Так, на Авалуны нет в саду. Ты нашла его при помощи своего компьютера? Пока нет. Подожди, вот он. Он в своем кабинете. Невозможно, он только что вошел в сад. Я буду следить о нему, узнаю, куда он пошел. Техно, что случилось? Техно, ты там? Он почувствует то, что спрятанное отразит себя среди людей. Он будет сеять смерть. Ха-ха. Вот он снова. Авалун находится в разных местах одновременно. Диджит, встретимся в кабинете Авалуна. Блум в опасности, быстрее, Локет. Что происходит? Я объясню позже. Это, наверное, и легко объясняется тоже. Там, наверное, даже никто на это внимание не обращает. Все-таки. Да, ходит Авалун. Ходит Авалун, раздублировал себя. Да хоть двадцать раздублирует. Это еще и объясняет. Давно уже можно было догадаться. Потому что, когда он подарил цветок каждый, вот эти все его похождения, все девочки знали, что со мной был Авалун, и со мной был Авалун. Все такие, ну, понимают, что за магией имеет, какой магией он обладает. Он дублируется, и, ну, я не знаю, чего Текна тупит. Просто он к ней не пришел, и она все, эээ, не в курсах. Откройте свое имя Кристаллу. Блум! Мы должны остановить его. Он заколдовывает ее. Что это? Это ваше семейное дерево. А это вы. Правда? Тут моя сестра Дафна, мои родители Ориттел и Мариам. Это герб, который я видела во сне. Это замечательно. Наконец-то Блум узнает правду о своих настоящих родителях. Она совсем не в опасности. Может и нет. Но давайте последим за ним. Я все равно... Любопытно, что ее семья получилась не от двух людей, а наоборот, сверху, от десяти. А как-то она все смешалась. Вот получилось Блум. Обычно дерево наоборот рисуется. Нет, там два, и они распространяются вот так вот. Ну, посмотри. Но я ему не доверяю. Сложно поверить, что Авалон интеллектуал. Ведь он такой красивый парень. Надеюсь, занятия по заклинаниям будут проще. Это будет зависеть от того, как вы будете работать. Привет, девушки. Это я, Палладиум. Удивительно, да? Я вернулся в одном из своих преподавательских образов. В этом году я буду учить вас волшебным заклинаниям. Профессор Авалон будет учить вас понимать волшебство, а я буду учить использовать его. Это будет весело. В прошлом году его уроки были легкими. Блум, лови. Так, ну сделай мне самолетик. Твой так здорово летает. Это зелье из желтого тракосиума. Его нельзя трясти. Оно взрывоопасно. Каким он был лошарой. Сейчас он максимально стал секси. И у этого тоже есть причины. Это тоже Авалон. Он был... Нет. До этого он был самым сексуальным преподавателем на факультете. Сейчас его подвинул Авалон. И ему нужно как-то... Причесаться. А теперь я прошу внимания. Я хочу немного обсудить специальные заклинания. Вы знаете основы. Давайте начнем. Плазменная сфера. Это плазменная сфера, вызванная благодаря целенаправленным заклинаниям. Кто-нибудь хочет попробовать? Я попробую. Хорошо, Стелла. Будьте моим гостем. Но помните один неправильный слог. И вы можете выжечь весь воздух в этой комнате. Но, с другой стороны, может и не стоит. Жар плохо влияет на волосы. Амарио, милая, может ты попробуешь? Ты за это заплатишь. Когда образ четко появился в ваших мыслях, попробуйте вызвать его. Сосредоточьтесь, пусть ваш разум проникнет в него. Плазменная сфера. Представьте, что вы внутри сферы. Представьте, что она светится внутри вас. Вы одна из этих сфер. Эта визуализация называется инверсией. Амарил, откройте руки. Выбирайте цель и цельтесь. Давайте, но будьте сосредоточены. Ваши одноклассницы пожалеют, что не надели темные очки. Стоп! Она была готова убить Стеллу. Просто потому, что она ее подставила и пузовала, типа, к доске. Просто потому, что полтора года она ее бульила. Постоянно. Стелла же, ну, не ангел, человек. Прикинь, сколько она натерпелась. И это все за кадром. И сейчас мы такие, ах, негодяйка. Ну, это прикольно. Она хотела убить Стеллу. Амарил! Вот черт! Сделайте так еще раз, и я вас исключу. Надеюсь, это ясно? Да, сэр. Они разве раньше не стреляли плазменными шарами? Они, кажется, только ими и стреляли. Чему он их учит? Это какой-то новый крутой плазменный шар. Дима, да. Все феи и пикси будут разгадывать загадку профессора Авалона. Интересно, что случится? Кто-то зовет меня. Сливаем информацию, девочки. Что вы узнали? Боюсь, немногое. Мы знаем, что Авалон преподавал в Академии молокой в Корее. А 17 лет назад там же крылатый мужчина напал на поселение. В Корее преподавал? То есть где-то еще есть планета Корея? И вот что интересно. Разрушения в Корее случились ровно тогда, когда три планеты выстроились в ряд. А, Корея. Это вот там дети. Откуда? Вроде как эскимосы. Да, да, да. Которые вначале показали. Подлинные корейцы. Уже на предсказание. Но нам все равно нужно больше информации. У меня она есть. Фарагонда сказала, что мы должны поговорить с профессором Гриффин. Она мировой эксперт по астрологии и предсказаниям. Я пойду. А вы следите за Блум и Авалоном. Профессор Гриффин? В облачную вашу. А, точно, миссис Гриффин. Спасибо, что подвез Тимми. Ого, мы едем очень быстро. Конечно, я только что установил торбо-двигатели. Отстань. Попробуем упражнение с двумя зачарованными мячами. Хорошо, кто будет первый жертв? О, я это помню. Я вспомнил. Я все вспомнил. Я вспомнил. Все, я все вспомнил. Я вспомнил. Сейчас там что-то они мячами будут драться. Что-то мячить. Я помню. Знаете, что я помню? Я помню, я помню. Халтуру помню. Они не нарисовали, как они движут руки. Ну, короче, двигаются. А только показали. Вот, шик-шик. Если это оно, это единственный кадр, который я помню. Я! Нет! А почему нет? Отпусти меня, Стелла. Прости. Если он сделает хотя бы одно подозрительное движение, мы устроим ему взбучку. Взбучку. Орекс, Фалат и Рот – это древняя планетарная система. Их сближение всегда приносит несчастье. А когда они снова встанут в одну линию? Когда совпадают условия во всех галактиках. Я буду знать больше, когда стемнеет, и я смогу посмотреть на небо. Надеюсь, еще не поздно. Вот это оно! Это халтура! Я ее вспомнил! Обалдеть! Единственное... Как ты из всего Винкс запомнил только это? Я помню халтуру. Все. Я ни черта не помню. Оказывается, я досмотрел до Авалона. Может, ты не смотрел первый сезон? Может, ты сразу второй смотрел? Да я не знаю. Блум, вы выбрали красивый меч, потому что вам показалось, что он лучше. Но на самом деле у этого простого меча более острое лезвие. Эти следы – последствия страшного боя. Но меч не сломался, потому что он сделан из особого сплава. Никогда не доверяйте внешнему виду. Ищите улики глубже и найдете настоящую правду. Интересно, по каким уликам мы узнаем правду об Авалоне? Да, нам тоже. Блум. Я уже все. Я все. У меня... Я все. Я устаю больше шутить на эту тему. Я откровенно у выдохся. Все, он сейчас будет просто... Вы готовы вернуться в свое прошлое? Да, профессор. Я готова. А Фенечки с тобой? Они собирают дополнительную информацию с профессором Гриффин. Он тоже это видит? Добро пожаловать назад. Я услышала колыбельную маму. Спасибо. Не стоит благодарности. Это подарок из вашего прошлого. Как он его достал? Ну ладно. Он тоже видел, ведь, да? Не знаю. Это нам в свете зацензурили все, показали. Это просто ужасно. Невероятно! Невероятно! Как эта штука работает? Ну то есть, она направляет, да, вот это вот, а этой штукой она подкручивает зум, да? Все, ладно, хорошо. Орес, палаты, рот встанут сегодня в одну линию ровно в 11.59. Фея, у феи в опасности. У вас всего 10 минут. Это значит, что предсказание Сериуса Фасетуса правда. Авалон это монстр разрушений. У вас 10 минут, они считают балкан. Это значит, что всем конец. И мы, у нас есть всего лишь 10 минут, чтобы успеть. Это значит, что Авалон... Алфея, как слышите? Алфея, у вас проблемы! А на что-нибудь рассказала про их сеанс? А что, если Авалон вообще ни при чем? А кто при чем? А он что, один-единственный такой крылатый друг? Не знаю. Есть еще, возможно? Есть еще какой-нибудь хрен с крыльями? Может быть. Вполне себе. А мы сейчас... Это, ну, Винкс же не настолько тупые. Нас сейчас берут, как щенков за нос вот водят. И типа, вот, пожалуйста, это был не Авалон. И все-таки, как мы могли, Авалонушка, прости? Нас, груди твои, преподаем, хлебодар наш. Авалон, родненький. Мы думали, что ты пес, что ты черт. А оказывается, вот эта парящая сука. Спаси нас, Авалон. Авалонович. Ну, вот такой вариант, да? Я не уверен, что это воспоминание или это моя гипотеза. Блин, правда. Подожди, вы же Паладин звали. Как он Авалоном стал? Я тоже не понимаю. Паладин Саладинович. А, Паладин Авалон. Паладин Саладинович он же. Авалон. Он же сын Саладина. Нет. Да, он Саладинович. Это Гелия, племянник Саладина. А, он Саладинович. Племянник. Кто племянник? Гелия. То есть, Саладин его дядя. А, а почему Саладинович? Откуда он? Кто Саладинович? Да я просто так шутила, что Паладин Саладинович. Я на полном серьезе думал, что это сын Фарагонда и этого. Хотя это противоречит моей идее, потому что у нее все трубы перерезут. Нет, она тут же легла спать. Пусть спит. Нам нужно сейчас же разобраться с Авалоном. Если он трансформируется в монстра разрушения, тогда Блум и фея Малфея угрожает страшной опасность. Зло должно быть остановлено. Сколько у нас времени? Три минуты и тридцать две секунды до сближения планет. Это будет очень опасно. Все готовы? Да! Почему опять же не сказать Фарагонде? Опять они сами решают. Я думаю, что раньше мы... А я поняла, почему они Фарагонде не говорят. Смысла нет. Бесполезная тюрьма. Она такая, ой, здорово, что вы пришли. Я отправляю на эту миссию Текну и Музу, потому что они полезны. Я всех вас отправляю на эту миссию. Что же вы тратите свое время, пока вы сюда шли, чтобы получить задание уже все планеты? Смотрите, в рядочек выстроились. Хоп-хоп-хоп, девочки, спасаем мою жопу. Эй такая, я спать. Уже ночь на дворе. Невыполнимых миссий нет. Пикси должны оставаться здесь. Это слишком опасно. Если мы будем вести себя тихо, мы захватим Авалона во сне. Видите, в чем дело? Если идти к Фарагонде, Фарагон так... Вы что, девушка? Сдурели. Совсем клеветать. Он цветы нам дарит всем. Это очень уважаемый человек. Он нам компьютеры в школу заказал. У нас здесь парты новые появились, стулья. Вы сидите на них. Ну, девочки, ну, пожалуй... Ну, имейте совесть. Всех подозревать-то. Так друзей-то никогда в жизни не будет. Уходите. Ну, и все это вот так вот, знаете, через щелку открытую вот так вот. Ну, то есть, разговаривает, закрывает и возвращается опять к Авалону. Это его комната. Когда я открою дверь, приготовьтесь атаковать. Хорошо. Они даже не превратились. Куда он подевался? Он сглун, в бане, в фауне. Он такая в этом... Не в халатике, в полотенчике. В простыне такая. В этом полотенчике белое такое. В округе еще здесь, накручено. Авалон, вы меня простите. Я очень благодарна, что вы... Хватит отыгрывать. Мне детство. Хватит отыгрывать. Что же ты делаешь? Эти звуки, блин. Ой. Что такое, девочки? Что-то не так? С вами не так! Волшебец Винкс! У меня вагон такой стоит в халатике. Это смешно. Он реально в халате уже на распаренное тело. Я понимаю, что он это не видит, но мы просто немножко... Он такой... Готовый драться с тобой, злодей! Что тут происходит? Пора показать вам наше волшебство! Время! Вперед, девочки! А-а-а! Не потеряйте его! На полную трансформацию идет минута! А-а-а! О, нет! Слишком поздно! Он почти превратился! Теперь он в ловушке! Ах, вы любопытные феи! Ой, простите, что сорвали ваш план! Судя по моим часам, у него еще есть время для трансформации! Отчаянные времена требуют отчаянных мер! Я наконец-то успела! Я успела! Я просто, извините, я думала. Я думала. Там была моя речь. Я поздала. Сфера! Нет, Текна! Его крылья исчезли! Время вышло! И-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! В следующий раз используй цифру! Простите! Ай, директриса! Я не знаю, что случилось! Похоже, мои часы были... Я не знаю, что случилось! Кто это, Блу? Текна! А, да, Текна, Текна! У него было еще много времени на трансформацию, но он этого не сделал! Все остальное в книге было описано точно! Его выдвигающиеся крылья, его клоны, пропавшие цветы, сближение планет... Я требую объяснений! Мои коллеги постараются вам все подробно объяснить! Я использую крылья, когда мне это нужно, например, когда за мной гонятся! А-а-а! И я знал, сколько не хватает цветов, потому что как раз пробовал заклинание, которое усилит мое обоняние! Я научу вас ему! А как же ваши многочисленные клоны? Как вы объясните это? Это все моя работа, Текна! Помните мой опыт с яблоками? Я изобрел для этого вот эту машину! Посмотрите, я покажу вам кое-что еще! Посмотрите, что я умею! Ха-ха-ха! Десять директрис! Ночной кошмар! Стелла! Э-э-э! С ней что-то не так! Она неуправляема! Ой, а-а-а! А-а-а-а! Ну вот, еще один неудачный проект! Значит, предсказание — это обман! Скажите мне, кто был автором этой книги предсказаний? Она была написана знаменитым Сириусом Фасетусом, директриса! Ха-ха-ха! Она же еще написала книгу «Сумерки»! По-твоему, все вампиры блестятся! Это же знаменитый фантаст! Читать надо! Читать литература! Она нам дана для того, чтобы дух взращивать! А вы даже в своем компьютере! Вы Текна! Вы сидите в своем компьютере! Вот это все, глаза у вас испорчены! Как ваша душа, как характер ваш уже весь прогнил! Читать надо! Это же классика! Это же классика! Пунова! Что смешного? Текна, кажется, вы не проверили свои источники! И Сириус Фасетус – это комик, который жил два века назад! А еще одна найденная улика! Но книга известна, про нее все знают! Вы плохо слушали лекцию Авалона, дорогая! Даже если что-то хорошо известно, совсем не значит, что это правда! Похоже, я получила хороший урок! Я надеюсь, дорогая! Я думаю, вы должны извинять! Ты исключена! Что? И нам нужно... Реально напала на препода! ...отремонтировать все стекла! Угу! ...перед профессором Авалоном! Простите нас, профессор! Полагаю, за ваше преступление вы заслужили экзамен! О, обдолбыши летят! Какая огромная Блум! Ты видела, какая огромная Блум? Смотри! Почему она огромная? Смотри, какая огромная Блум! Смотри! Смотри, деревья? А, ну да! Деревья, тропинки и Блум такая просто монструозная! Мама! Там просто не деревья, а ветки какие-то! Ты посмотри! Да, реально! В следующей серии школы волшебниц! Злобные Трикс нападают на школу Красный Фонтан! Блум и Текна пытаются помочь, но Скай ранен в бою! Проиграна ли эта битва? Или Блум сможет найти в себе новые силы? Скорее всего, проиграна! Битва проиграна! Она не сможет найти в себе новые силы! Битва проиграна! Все нервозничаем! Иначе было бы не смешно! Может, он реально обшучивал какого-то монстра, описал его, и там были в конце просто панчи! И тут этот монстр, весь правильно описанный, твою мамку! Ага! Ну, такой комик, не самый классный! И там еще пять шуток про твою мамку и этого монстра! Так это комик писал! Все неправда! Да! Про мою мамку точно неправда! Ладно, все, надо заканчивать это мракобесие, это ужасное просто! Это ужас! Это просто это растление детей! Так, ну все, мы досмотрели эту растлевающую детей серию, будем смотреть это растление дальше! Я вообще в счастье нахожусь, каждый раз, когда смотрю Винкс, я 300 раз об этом говорил, я един с ними максимально слился с Авалоном! Ребятки, ставьте эти самые лайки, чтобы много их было, чтобы мы все вот так посмотрели, и целая куча лайков! Куча! И дизлайки тоже смотришь! Пока! 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 Пока!